Девушки отдыхают Впрочем, Глеб Клепцов и Дмитрий Кунгуров — вот уж кто по-настоящему работал. И результаты их деятельности ищите скоро на stopgame.ru. Вас ждут эксклюзивные и не очень превью самых ожидаемых игр. Ну а пока их нет, строго рекомендуем ознакомиться с нашим жизнерадостным и позитивным репортажем по мотивам Игромира 2014 и Comic-Con Russia. А если понравится, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями и близкими. Так и быть, уговорили, сегодня клянчить лайки не будем. Хотя нет, будем, потому что мы наконец сделали то, о чем вы так давно просили. Развернули землю в заставке Россиюшкой к вам. Слава России! Ура! Короче, спасибо большое всем, кто разыскал нас на Игромире, взял автограф, сфоткался и одарил своим влажным рукопожатием. Нам каждый раз было приятно. Мне было приятно, что меня не нашли, а Косте, когда к нему подходили девушки. Хоть там они ко мне подходят. В общем, сплошная радость. Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями от Игромира и Comic-Con в комментариях. Ну а перед этим запаситесь пельмешками с чаем, комментарии комментариями, но сначала Игрозор. Ну и раз такое дело, начнем мы аккурат с новостей Игромира, которых была парочка, причем более чем важных. На пресс-конференции генеральный менеджер PlayStation Сергей Клишо объявил о том, что рост продаж PlayStation 4 за первый год на российском рынке в два с лишним раза опережает продажи PlayStation 4. Сравнить бы еще с Xbox One. Xbox One только начала официально продаваться в России, так что сравнивать пока рано и нечего. По словам Клишо, PlayStation в России семейство номер один среди консолей. И это благодаря первоклассным эксклюзивам, качественным локализациям и прочим мелочам. И PlayStation планирует расширить свое лидерство. PS4 станет первой консолью нового поколения, распознающей русскую речь. Вау, это я теперь полторы команды смогу горланить на великом и могучем? Ты же в России живешь, вот и говори по-русски. Даже с приставкой. Кроме того, компания напомнила о скором выходе долгожданного обновления 2.0 для PlayStation 4. Главной фишкой апдейта станет функция SharePlay, позволяющая играть с друзьями в игры, которых у них нет. Короче, когда в следующий раз Максим будет тупить в Uncharted, безуспешно пытаясь на канате перелететь пропасть, я смогу ему оказать помощь. И горжусь. Кроме того, обновление 2.0 наконец-то позволит загружать снятые в играх видео сразу на YouTube, а не в ненужный Facebook. Утрись, Цукерберг! Также публике представили новую линейку смартфонов и планшетных компьютеров Sony Xperia серии Z3. К чему это вообще, спросите вы? А к тому, что Xperia Z3 Tablet станет первым в мире планшетом, поддерживающим PS4 Remote Play. Правда, играть на унитазе будет несколько проблематично, потому что потребуется геймпад DualShock 4. Далее Sony объявила о том, что телевизионная приставка PlayStation TV появится в России в ноябре. Рекомендованная розничная цена составит 5 990, не поверите, 9 рублей. Напомним, что с помощью этой штуки можно стримить игры с PS4 на любой телек в доме и воспроизводить классику с PS Vita, PSP и PS1. Купить консоль, с помощью которой можно играть в другую консоль. В этом определенно что-то есть. Но мало ли, вдруг у тебя напротив унитаза стоит 50-дюймовая плазма, а PS4 стоит в другом конце роскошного особняка. Кроме того, в PlayStation Store стартовала акция с говорящим названием «Игры дешевле 500 рублей». Предлагающая купить игры, вы не поверите, дешевле 500 рублей. Мероприятие продлится до 15 октября, так что не прозевайте возможность взять такие игры, как Mass Effect 1.2.3, Deus Ex Human Revolution Director's Cut, Tomb Raider, Farming Simulator и много чего еще по крайне привлекательной цене. Вот такие пироги. Из прочих новостей мира PlayStation, вы будьте смеяться, но в последнем номере японского еженедельного журнала Famitsu, или Famitsu, в интервью президент Sony Worldwide Studios Шухей Йошида заявил, что Sony продолжает упорно трудиться на The Last Guardian и предлагает следить за новостями. Уже пять лет нам предлагают только это. Разработка, в общем, идет потихоньку. И в этот раз обойдемся без исторического экскурса. Следующая новость тоже родом с играмира и придется по душе всем поклонникам коробочного стелса. В первую очередь тем, кто предпочитает играть на мощном ПК, а не на дряблых консолях. Да. Konami или Konami Digital Entertainment официально объявила дату выхода компьютерной версии Metal Gear Solid V The Phantom Pain, платной демоверсии Metal Gear Solid V Ground Zeroes. Можете обводить в календаре 18 декабря. В качестве компенсации за ожидания адептам клавиатуры и мышей докинут поддержку разрешения 4К, увеличенное число источников света и большее количество отображаемых на экране моделей. Будут ли эксклюзивные коробки и бонусные предметы для Team Fortress 2 за предварительный заказ, неизвестно. И еще, приятная мелочь для русскоязычных игроков. В скором времени на консолях появится патч, исправляющий чудовищную локализацию The Phantom Pain. Ubisoft, прикинув масштабы российского игрового рынка и оценив любовь наших соотечественников к своей продукции, тоже в рамках Игромира объявила об открытии русского офиса. Ждем игру с национальным колоритом? Не стоит, потому что разработкой тут никто заниматься не будет. В первую очередь офис будет обеспечивать связь с общественностью и более широкую медиаподдержку проекта. Аналитики из PwC полагают, что темп продаж цифровых, мобильных и онлайн-игр в России скоро удвоится, так что рынок нужно удобрить и окучить. Так и профиты какие для простых смертных? В целом никаких очевидных, хотя рекламные материалы, надеюсь, теперь будут локализовываться без ошибок. На ценообразование офис никак не повлияет. Возглавит же его Ольга Лазарева, бывший региональный менеджер сервиса цифровой дистрибуции Origin в Центральной и Восточной Европе. На этой неделе коллегам с созвучного сайта GameSpot посчастливилось поиграть в горячо ожидаемую Tom Clancy's Die Division, после чего уважаемые коллеги поделились своими впечатлениями и кое-какими фактами. В частности, выяснилось, что всё социальное взаимодействие между игроками будет происходить в специальной центральной мирной локации, в хабе. И свободного PvP вообще не намечается. Сражаться между собой пользователи смогут лишь в специальных зонах, так называемых Dark Zone. Ну, это как-то печально, нереалистично и вообще скучно. Зато никто не сорвёт тебе выполнение задания. Да и вообще странно было бы, если б агенты, спасающие человечество, утопили Нью-Йорк в крови своих междоусобиц. При этом геймдиректор The Division Райан Бернард уточняет, что в тёмную зону можно отправиться как в одиночку, так и в составе боевой группы. Ну а дальше воюй с кем угодно и как угодно. Совершенно замечательная и такая типичная для Юбисофт история на днях приключилась с Assassin's Creed Unity. Старший продюсер проекта Винсент Понт Брайант в интервью ресурсу Видеогеймер объявил о том, что и на PlayStation 4, и на Xbox One Unity пойдёт в режиме 900p и 30fps, что несколько противоречит прежнему плану обеспечить игре Full HD и 60 кадров в секунду. Надо же, какая неожиданность! Особенно в свете демонстрационных геймплейных трейлеров в этом самом Full HD. Во всех невзгодах господин Понт Брайант винит центральные процессоры Xbox One и PlayStation 4, мол, они слишком беспонтовые на фоне графических и не в состоянии нормально обработать выдающийся искусственный интеллект Unity. Ну и дальше старший продюсер обронил фантастическую фразу, цитирую, «Мы решили сделать консольные версии абсолютно идентичными, чтобы избежать дискуссий». О, это мощный заход! Само собой, та часть интернета, у которой под телеком стоит PlayStation 4, тут же взорвалась и начала обвинять Ubisoft в том, что та преднамеренно портит версию для их консоли из-за слабости Xbox One. Волна говна поднялась настолько высоко, что издателю пришлось оправдываться, хотя лучше бы он этого не делал. Ubisoft официально заявила, что Unity изначально затачивалась под 900p и 30 кадров в секунду на обеих платформах, что идёт вразрез с летним заявлением о Full HD. Но вообще, как сказала бы дочь офицера, поверьте, здесь не всё так однозначно, и разработка игры продолжается, так что давайте подождём. Пусть ещё объяснят, раз уж такое дело, с чего записываются геймплейные видео Assassin's Creed Rogue в 1080p со сглаживанием. Напомню, она анонсирована только для PlayStation 3 и Xbox 360. Да, но вернёмся к Unity. Не спас ситуацию и главный дизайнер мира игры Николя Гюрен. Он заявил, мол, 60 FPS это вообще лишнее, потому что жрёт много ресурсов, которые можно пустить на спецэффекты и прочие классные вещи. Ну и спел традиционную песню про кинематографичность, которая испаряется при переходе от 30 к 60 кадрам в секунду, кивнув при этом в сторону Хоббита. Мол, тот со своими 48 FPS выглядел весьма странно. Хотя на самом деле выглядел фантастически. Креативный директор Unity своего коллегу в суждениях поддержал и заявил, что экшены от третьего лица при 30 кадрах в секунду смотрятся круче и кинематографичнее. Джоэл и Элли смеются ему в лицо. Свой графонный скандал недавно получила и CD Projekt по итогам публикации новой подборки скриншотов из The Witcher 3 Wild Hunt. На опубликованных картинках раздосадованные пользователи совсем не разглядели модную технологию NVIDIA Hairworks на шерсти волков, да и трава казалась какой-то уж больно спрайтовой. Всё, не буду покупать игру с такой шерстью у волков, шо за позор. Так сочли многие, и оправдываться пришлось менеджеру по связям с общественностью Марчину Момоту, или Момоту, сколько сложных слов. В интервью World's Factory он попросил всех успокоиться и напомнил, что The Witcher 3 всё ещё находится в разработке, а потому к 24 февраля будущего года графон ещё может стать круче, но уж точно не хуже. Да и вообще, это лишь пара скриншотов, чего вы все привязались? А что насчёт Hairworks? Да что ты пристал? Зато CD Projekt против DRM и платных DLC. Забыл, что ли? В мае 2012 года 1С-софт-клаб и Bestway, известная по серии стратегий «В тылу врага», объявили о разработке ролевой игры «Новый Союз», действие которой развивалось в альтернативной исторической реальности, где Карибский кризис завершился мирной ядерной войной. Война... война не меняется. По итогам ядерного мероприятия, земля стала несколько непригодной для дальнейшей счастливой жизни, но Советский Союз выстоял и, более того, успел припрятать немало своих граждан в бункерах, объединённых в общую сеть, которая затем за полвека превратилась в государство, столицей которого стал Победа Град. Короче, концепция была прикольная, но не сложилась. После анонса об игре практически не говорили, а в начале этого года выяснилось, что 1S Soft Club и вовсе прекратила финансирование проекта и даже отказалась отдавать Bestway права на названия, сценарий и всё такое. Какая печальная история, попахивающая Кикстартером. Печальная, да, но пока без Кикстартера. Нынче Bestway представляет свой проект номер 5, собранный из остатков «Нового Союза». Духовно обе игры близки, но разработчики уверяют, что весь контент, сюжет и история были придуманы с нуля. Приложенный к анонсу видеоролик, честно говоря, не впечатляет и наталкивает на мысли об очередном русском, хотя фактически украинском, фоллауте. Но пожелаем Bestway успехов и доброго пути. На прошлой неделе DICE наконец-то изрыгнула Иисуси Патч, который вполне хорошо пофиксил Battlefield 4, хоть и не до конца. Ну то есть спустя год игра выглядит и работает примерно так, как и должна была изначально. Даже режим Rush превратился из невразумительного несбалансированного говна во что-то хорошее. Всего-то год. Оперативно. По такому случаю Дэвид Серлена, продюсер Лос-Анджелесского отделения DICE, поговорил с GameSpot и пожаловался на то, что премьера Battlefield 4 и вообще вся заслуженная драма вокруг неё окончательно подорвали доверие геймеров к DICE. Те больше не верят в то, что компания может выпустить качественный продукт. Не лишним будет вспомнить, что и Battlefield 3 стартовала, мягко говоря, не очень гладко. Дэвид пообещал во что бы то ни стало исправиться, хотя и прекрасно понимает, что одних слов мало, надо что-то делать. По его мнению, в этом и будет заключаться новая политика. Меньше чесать языком и больше делать. Что именно делать, продюсер не сказал, что как бы противоречит. Ну да ладно. Вслед за выходом осеннего патча Electronic Arts анонсировала Battlefield 4 Premium Edition, которая выйдет 21 октября в Origin по цене 1999 рублей, и 24 числа на PlayStation 4, Xbox One и PlayStation 3. Версии для Xbox 360 не будет по техническим причинам. Издание включает в себя оригинальную игру, 12 золотых боевых наборов, эксклюзивные камуфляжи, ножики, жетоны, раскраски и прочий мусор, а также самое главное — премиум подписку, дающую доступ ко всем пяти дополнениям, уже вышедшим Second Assault, China Rising, Neville Strike и Dragon's Teeth, а также готовящемуся к премьере Final Stand. Бывшие сотрудники Irrational Games, которую в начале года Кен Левин распустил, потихоньку выходят из тумана войны в направлении Кикстартера. Ну да, куда же еще. Студия Day for Night Games еще в июне анонсировала адвенчуру от первого лица The Black Glove, но только теперь обратилась за финансовой поддержкой в размере 550 тысяч долларов. Эти деньги помогут игре появиться в октябре 2015 года на PC, Mac и Linux. В стилистически напоминающей Байошок игре вас ждут путешествия во времени, возможность менять ход повествования, пазлы, а также три деятеля культуры, чьи произведения вам предстоит менять — худшую или лучшую сторону. За пару дней проект уже собрал почти 75 тысяч долларов, так что все у него будет хорошо. Следом за народными деньгами на Кикстартер вышла The Molosses Flat, в которой трудятся арт-директор, ведущий дизайнер уровней, старший создатель уровней, старший инженер искусственного интеллекта и старший технический аниматор Bioshock Infinite. Ого, уже за такой состав я почти готов занести им пару баксов. Команда просит у людей 150 тысяч долларов и спустя пару дней уже имеет в копилке более 90 кусков. Эта сумма необходима на The Flame in the Flat — путешествие по реке сквозь глубину заброшенной Америки. Путешествовать будет девушка-скаут в компании своего песика по имени Эзоп. Они плывут в лодке по реке, периодически идя вдоль нее по земле, и переживают всякие невзгоды типа змеиных укусов, переутомления, гипотермии, ран, инфекции и прочих превратностей судьбы. Жизнь всего одна, и каждый раз уровень генерируется заново. Эксклюзивная для PlayStation 4 гоночная аркада Drive Club вышла пару дней назад и столкнулась с совершенно типичными проблемами. Сервера не выдержали наплыва пользователей и начали выходить из строя. В итоге Sony и Evolution Software обратились к раздосадованным клиентам с неутешительным посланием. Хоть разработчики и пытаются как можно скорее устранить все неполадки, в данный момент лишь у малого количества игроков работают социальные функции и мультиплеер. Все настолько плохо, что Sony даже отложила запуск приложения My Drive Club App и выход бесплатной версии автогонки для подписчиков PlayStation Plus на неопределенный срок. Ну блин, я уж хотел погонять на выходных. Хотя стоп, у меня же нет подписки PS Plus. И PlayStation 4 тоже нет. Для тех, у кого чего-то нет, но хочется, издатель озвучил различия между платной и бесплатной версиями Drive Club. Плюсовцы могут рассчитывать на 11 треков на территории Индии, 10 автомобилей от 10 различных производителей, платиновые трофеи и отсутствие возможности предварительно загрузить игру, что, впрочем, уже не актуально. В полной же версии, которая за деньги вы получите. 55 треков на территории Индии, Чили, Канады, Норвегии и Шотландии, 50 автомобилей от 24 производителей, 55 мероприятий в компании Tour, уже не актуальную возможность предварительно загрузить игру. Вот. Ну и напоследок цифрами о том, как прошел Игромир. Напоминаю, что наш репортаж уже ждет вас тут же на YouTube, а превью со дня на день начнут украшать собой главную страницу stopgame.ru. Итак, напоминаю, что Игромир 2014 и Комик-кона Russia 2014 проходили со 2 по 5 октября в выставочном комплексе Крокус Экспо. И за эти 4 дня мероприятие посетило аж 157 тысяч человек. И это было заметно по очередям. Более 200 компаний представили свои проекты более чем на 90 стендах, которые заняли площадь в 25 тысяч квадратных метров. Более 1700 представителей средств массовой информации следили за буйством на Игромире и Комик-кон, а в бизнес-день 2 октября выставку посетили более 9 тысяч специалистов. Вот такие пироги. Надеемся, в следующем году Игромир и Комик-кон разрастутся еще заметнее, но не в ущерб организации, которые все еще есть куда стремиться. Увидимся в Крокусе через год. А теперь перейдем к новостям одной строкой. Беспрецедентный и амбициозный космический симулятор Star Citizen увеличил свой краудфандинговый сбор до 55 миллионов долларов. В данный момент над проектом работают 280 человек из студий, расположенных в США и Великобритании. Сомнительного качества киносериал по мотивам Resident Evil с бессменной Милой Йович в главной роли принес своим создателям за все время своего существования более 916 миллионов долларов. Самой кассовой картиной стала Обитель Зла 4. Жизнь после смерти. Более 296 миллионов долларов в прокате. The Walking Dead Season 1 и Season 2 появятся на PlayStation 4 и Xbox One 24 октября. Будут как цифровые, так и дисковые издания. Кроме того, был анонсирован третий сезон, но раньше следующего года его ждать не стоит. The Wolf Among Us выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 7 ноября. Будут как цифровые, так и дисковые издания. Второй сезон пока не анонсировали, но раньше следующего года его ждать не стоит. Next Car Game, которая все еще варится в Steam Early Access, внезапно сменила название на Wreckfest. Кстати, недавно в игру завезли мультиплеер, но он пока с трудом работает. Grid Auto Sport со свежим патчем, который выйдет на этой неделе, дополнится поддержкой Oculus Rift. До 14 октября пользователи сервиса цифровой дистрибуции Origin могут совершенно бесплатно скачать Dragon Age Origins. После активации игра навсегда будет привязана к вашей учетной записи. Второе альфа-тестирование асимметричного многопользовательского шутера Evolve пройдет с 30 октября по 2 ноября на Xbox One и с 31 октября по 2 ноября на PlayStation 4 и PC. Obsidian Entertainment перенесла дату премьеры Pillars of Eternity с декабря этого года на начало следующего. Ремейк странноватой игры More Utopia от отечественной студии iSpeak Lodge успешно завершил кампанию на Kickstarter, собрав более 330 тысяч долларов. Все желающие могут продолжить жертвовать деньги на сайте игры. Выход обновленного Мора на PC, Mac, Linux, PlayStation 4 и Xbox One должен состояться в конце 2016 года. Hotline Miami 2 Wrong Number выйдет либо в конце 2014, либо в начале 2015 года. В общем, выпуск у нас в связи с пропущенным прошлым получается объемным, и рубрика Blitz Review ничуть не отстает. Сегодня вас ждут Гоблинский стелс стикс Master of Shadows Бэтменоподобная Middle-earth Shadow of Mordor Жуткая Alien Isolation И внеземная цивилизейшн Beyond Earth И по нелепому стечению сценарных обстоятельств я начну с игры, которую видел только случайно на одном скриншоте. Гаррет Корва, Сэм Фишер, Агент 47, все мы помним, знаем и любим сильных, ловких мужчин, неуловимых убийц, остающихся всегда в тени. Хотя последние тренды стремительно опровергают подобную необходимость. И вот теперь в их ряду появилась маленькая зеленая обез... простите, маленький зеленый гоблин по имени Стикс. Помните, пару лет назад вышла отстойная французская RPG Of Orcs and Men, в которой мы сражались против жалких людишек, играя за злобного орка и хитрого гоблина. Так вот, Стикс это и есть тот самый гоблин. Разработчики из Цианид решили посвятить ему отдельную игру, вдохновленную серией Diff и Dishonored. И, как оказалось, без компании огромного свирепого орка, Стикс чувствует себя гораздо лучше. Этой игре не помешало бы камео Талиона. В Стикс, Мастер оф Шэдоус, наш маленький зеленый убийца пытается выяснить тайну своего происхождения, а заодно и создание расы гоблина. Ведь Стикс самый первый из самых старых своих сородичей, ему уже 200 лет. Выписку из свидетельства о рождении можно получить в некой огромной и мрачной башне, где люди выкачивают янтарь из древа жизни. Янтарь это мощный и очень опасный источник магии, он же одновременно и наркотик. Практически все в игре сидят на янтаре, в том числе и сам Стикс. Вся игра разделена на миссии, которые мы выполняем в различных районах башни. Выполняем, как вы уже догадались, максимально скрытно и тихо, стараясь не попасться на глаза многочисленным охранникам. Арсенал у Стикса не такой обширный, как у того же Гаррета, но все же тушим факелы, в том числе прицельным броском обслюнявленного песка, метаем ножи в горло, обрушиваем на ничего не подозревающих стражей люстры, травим их еду, подкрадываемся и тихо вырубаем сзади, прячем трупы и сами прячемся в шкафах, либо же растворяем тела кислотой. Вот что значит пуститься во все тяжкие. А Дисонард напоминают магические способности главного героя. Отпив янтаря, Стикс может становиться на время невидимым и включать особый режим зрения, подсвечивающий врагов. Но самое необычное — это способность создавать собственных клонов. Маленькие голые гоблины могут проникать в недоступные места и нажимать на важные рычаги. На этом построено решение многих ситуаций и даже пазлов. За выполнение основных и побочных заданий Стиксу начисляют очки опыта, а в перерывах между миссиями в собственном убежище он может раскидать их по одной из семи веток умений. Так он становится еще более скрытным и ловким, увеличивает эффективность клонирования, вместимость карманов и собственную мощь в ближнем бою. Ведь в случае обнаружения гоблин может постоять за себя. Правда, недолго и не всегда. В целом, по постановке, размаху, проработке мира и общей вышкаленности проекта, Стикс Мастер оф Шэдоус, конечно, не дотягивает до уровня Дифф или Дисонор, но зато здесь действительно интересно играть с охранниками в прятки, развивать персонажа и следить за историей, в центре которой маленький двухсотлетний гоблин. Короче, прикольно, можно взять на распродаже в Steam. Далее новый блокбастер по мотивам нетленок профессора Толкина, а также первый за долгие годы серьезный проект «Монолит», которое Fear, Condemned и прочая классика. Если не вдаваться в детали, в которые не вдаваться нельзя, то Shadow of Mordor — это Бэтмен Аркхем в фэнтезийных антуражах из кровищей. В центре сюжета следопыт Талион, чью семью жестоко замочили злые приспешники Саурона. Принести в жертву хотели и Талиона, но не вышло. С ним вступил во взаимовыгодный симбиоз Килибримбор — древний эльф, выковавший Великие Кольца. Ну а дальше начинается месть силам зла через уничтожение тысяч и тысяч орков. Удивительно, как этот чувак не предотвратил события Властелина Колес и не обеспечил уркам почетное место в Красной Книге. Как только обучение заканчивается, с игрой становится все примерно понятно. Вот вам опен-ворлд, вот вам вышки, вот вам миллион однотипных заданий, вперед навстречу приключениям. Сам по себе открытый мир Shadow of Mordor скучен, сер, уныл и беспросветен. Наверное, так и должен выглядеть Мордор, но тем не менее. Первые несколько часов, я гарантирую, вы будете страдать и изнывать от скуки. Ровно до тех пор, пока чуть не прокачаетесь и не познакомитесь с системой Немезис. Собственно, эта система — лучшее, что есть в игре, и ее наиглавнейшее достоинство. Суть ее заключается в том, что среди сотен и сотен безликих орков есть две дюжины вождей, особо опытных и сильных уруков, простите, а не орков. Через них вам надо добраться до своей конечной цели. Каждый вождь урук — харизматичная, злопамятная и хитрая тварь, которой лучше не лезть без уверенности в своих силах и без хотя бы примерного плана действия. Если не повезет, и в неравном бою Талион падет от рук вождя, тот станет сильнее и, скорее всего, продвинется вверх по карьерной лестнице. Если же со следопытом расправится обычный урук, он станет вождем в награду за свою победу. При этом Талион, будучи не очень смертным, отправляется не к предыдущему чекпоинту, а к ближайшей вышке, тем самым позволяя вот этой уручьей системе жить и развиваться. Само собой, урки те еще ублюдки, поэтому со временем они и сами друг друга успешно истребляют, помогая или мешая тем самым планам Талиона. Каждый урук, которому уже доводилось встречаться с рейнджером, все прекрасно помнит и не стесняется высказаться по поводу. Похвастается своей прошлой победой или напомнит, как ему удалось удрать. Чтобы на старших по званию уруков благополучно охотиться, надо собирать информацию о них посредством стильного волшебного допроса. Ловим шестерку за бороду и эльфийскими усилиями проникаем в голову. Мелкие сошки могут сообщить лишь имя и уровень какого-нибудь офицера, открыв его на глобальной карте, но из ушлых информаторов можно выбить и ценные данные о самых высоких вождях, например, их слабости. Чуть позже, по мере прохождения, опция допроса расширяется еще и возможностью клеймить недоброжелателей магическим образом, превращая их в фанатичных союзников, готовых ради Талиона предавать, убивать и умирать. Короче, система Немезис вообще самолет и легко вытягивает Shadow of Mordor из пучины однотипного дрочева, хотя в целом тут и без нее более-менее порядок, особенно во второй локации, озаренной солнцем и буйством зелени. Боевая система практически без изменений перекочевала из Бэтмена. Все просто и эффектно, есть комбы и кровавые добивания. Элементарный стелс с подслеповатыми и тупыми уруками радует вариативностью. Можно отравить грока и смотреть, как уроды, подозревая друг друга, начинают драться. Можно взорвать костер. Можно скинуть улей с опасными пчелами, или кто там в этих улях. Можно привезти к лагерю уруков огромную тварь или натравить на них ездовых то ли кошек, то ли собак, а можно сделать все и сразу. Будет как минимум прикольно, особенно если в этом месиве обнаружится парочка вождей. Твой сумбурный, плохо структурированный рассказ, думаю, многих уже утомил, так что время подвести черту и обозначить, достойны ли тени Мордора покупки на распродаже. Более того, вполне достойны покупки за полную стоимость. Кстати, за всеми этими Немезисами я упустил культурную значимость игры. Она нулевая, что одновременно плохо и хорошо. Хорошо, потому что фанаты почти не будут скрежетать зубами от рушащихся канонов. Плюс тут есть голум и еще парочка знакомых персонажей. Плохо, потому что все героические поползновения Талиона никак не отражаются на глобальной картине и не имеют веса. Ну а теперь время для испугашек. Со времен злополучного релиза Aliens Colonial Marines люди стали бояться игр во вселенной чужих больше, чем самих чужих. Исправить ситуацию совершенно внезапно доверили студии Creative Assembly, прежде ни разу не уличенной в порочащих связях с хоррорами или экшенами. Тем не менее, коллектив принял вызов с долей энтузиазма и вдруг изобрел крайне годный и невероятно атмосферный ужастик с потрясающим дизайном. Классно ты сразу вердикт выплюнул. Прям хоть занавес опускай и расходись. Сейчас я разойдусь, только уже с деталями. Просто решил сперва народ настроить, а потом уже обосновывать. Короче, Аманда Рипли первый фильм не смотрела, поэтому отправляется за ответами, что же стало с ее мамкой 15 лет назад. Дело в том, что нашелся черный ящик с того самого корабля, и его доставили на космическую станцию Севастополь. Едва Аманда и ее группа прибывают на место, выясняется, что с данными произошла знакомая тем, кто смотрит новости, история. Их кто-то вероломно похитил и обнародовать не хочет. Однако быстро выясняется, что это меньшее из проблем. На станции уже вовсю хозяйничает кровожадная тварь, а некоторые андроиды сошли с ума и атакуют людей. Полный беспредел, в общем. Ну и тут начинается геймплей. Осторожный, медлительный, почти медитативный. Шуметь крайне опасно для здоровья, так что время прохождения неиллюзорно растягивается из-за постоянного движения, крадучись. Нужно вскрывать всякие терминалы, дергать рычаги, переключать системы, изредка сражаться и постоянно прятаться от чужого. Звучит как-то не очень заманчиво. Звучит, да, но важнее как выглядит. И тут у нас полный фарш. Оформление достойно Оскара за внимание к деталям, выдержанный стиль в лучших традициях первого фильма и работу с освещением. Нервирует только, что главная героиня тень не отбрасывает. Все-таки Next Gen на дворе. Но это придирки. Однообразные поручения и прятки почти не напрягают, потому что бродить по станции и повсюду совать свой нос безумно интересно. Правда, тварюга преследует неустанно и любит внезапно свалиться на голову из вентиляции. Но донимает не слишком сильно из-за искусственного интеллекта. Он, к сожалению, недалеко ушел от Colonial Marines. И YouTube наверняка скоро пополнится забавными роликами. Что люди, что андроиды, что чужой, все они имоверно тупые и слепые. Обещание сделать ужастик, построенный не на скриптовых скримерах, а на, скажем так, процедурных, разработчики, конечно, выполнили. Но генератор маршрутов в голове у чудовища просто идиотический. А игра в прятки иногда позволяет скрыться в буквальном смысле у него на хвосте. По мере прохождения нам вручают знакомый инструментарий. Датчик движения, огнемет, всякие гаджеты для манипуляции системами Севастополя. Короче, полный набор для счастья. Отдельным подарком для фанатов можно считать высадку на ту пыльную планету и экскурсию по поверхности и по внутреннему убранству легендарного корабля, где еще человек-слон скукожаный за пулеметом сидит. Не охота портить удовольствие и развернуто рассказывать о прикольных моментах, так что просто рекомендую. Фанатам вообще категорически обязательно. Так уж вышло, что совсем недавно мне посчастливилось ознакомиться с превью-версией Civilization Beyond Earth, самой ожидаемой для меня игры этого года, и после 12 часов освоения дальних рубежей вселенной я готов рассказать вам о том, как живется за пределами Земли. Только не затягивай, я уже на обед хочу. Не буду, тем более, что играл я с ограничением в 250 ходов. В общем, на Земле все плохо. Самое время отправлять экспедиции на дальние рубежи неизученного космоса в поисках нового дома для бедового человечества. Игра начинается с выбора спонсора, каждый из которых дает определенный бонус. Я, разумеется, всегда выбирал Славянский Союз, у которого орбитальные спутники висят на 20% дольше. После спонсора глава будущей колонии должен выбрать поселенцев — ученых, беженцев, аристократов, инженеров или художников. Затем корабль, груз и тип заселяемой планеты. Уже эти первые шаги определяют вектор развития будущей колонии, так что лучше сразу прикинуть, кого и что выбирать. Интерфейсы и первые часы развития на чужой планете вызывают стойкие ассоциации с Civilization V и неприятные мысли об очередном аддоне, разросшемся до целой игры за полную стоимость. Однако отличия Beyond Earth, хоть и не столь очевидны на первый взгляд, но капитальны и глубоки. Самое важное из них — появление совершенств. Можно считать, что они выросли из религии, но их влияние на развитие новой цивилизации куда сильнее и значимее. Совершенств 3. Гармония основана на понимании инопланетной экологии и интеграции с ней. Выбрав ее, вы становитесь эдаким Эндером Вигеном, пожалевшим жукеров. Даже не знаю, почему такая ассоциация, но вот. Ваши юниты и издания сочетают в себе как органику, так и композитные материалы, а в дальнейшем цивилизация и вовсе вступает в симбиоз с инопланетными существами. Совершенство превосходства проповедует трансгуманизм — развитие человека через кибернетику, компьютеры и нанотехнологии. Праведность же — сохранение чистоты человеческой расы и полный отказ от изменений. Идти по пути лишь одного совершенства точно не получится, но какое-то из них обязательно будет преобладать. И в зависимости от того, какое именно, вы будете получать определенные бонусы, выбирать пути развития как своих юнитов, так и технологий. Клево, а ядерные удаты есть? О поздних этапах Beyond Earth, увы, я говорить не могу, но взаимодействие между фракциями и флорофауной — многогранное, сложное и разноплановое. А да, совсем забыл о своей главной на данный момент претензии. К сожалению, по своей сути Beyond Earth, судя по превью-версии, ничем не отличается от пятой части. С вами планету колонизируют другие экспедиции, а вместо городов-государств появились станции. Несмотря на антураж, в первую очередь, ты не столько исследуешь отдаленную планету, сколько привычно борешься с привычными противниками, орудуя привычными дипломатическими средствами. Дипломатия вообще, по-моему, без изменений перекочевала из Civilization 5 в Beyond Earth. И это грустно. От нее отвлекает в первую очередь обширная сеть исследований, простая система квестов и поиски руин-притеч, упавших капсул с ресурсами до инопланетных останков. Все это не только обеспечивает полезными бонусами, но и благоприятно влияет на атмосферу Beyond Earth. Как и всегда, Civilization — это грандиозное приключение, в этот раз за пределами Земли. Ну, а мы уже за пределами дозволительного объема, так что приступим, пожалуй, к заключительному слову. Как мы и обещали, выпуск выдался обширным и продолжительным. Как мы и обещали, тем не менее, косарь будет один. Ну, а сперва давайте глянем на календарь и разберемся, кого и с чем настало время поздравлять. Вот вчера, например, 10 октября, был на минуточку Всемирный день психического здоровья. Не очень понятно, чей это праздник. Психов или здоровых, но на всякий случай с некоторым опозданием поздравляем всех. А вот сегодня и вовсе классная тема — Международный день девочек. Не путать с Международным женским днем 8 марта, ибо это совсем другая тема. Как подсказывает Вики, цель празднования этого дня — обратить внимание на социальные проблемы и неравенства, испытываемые девочками во всем мире, связанные непосредственно с их принадлежностью к женскому полу. Меня тоже всегда возмущало неравенство полов. Почему только мужчины разгружают вагоны и надрывают спины в шахтах? Долой неравенство! В число этих проблем входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества в детском возрасте. Как думаешь, шутка, которая пришла мне на ум, уже устарела? Не устарела, но преследуется по закону. Короче, поздравляем всех нежных и ранимых девочек с единственным днём в году, когда их, может быть, кто-то защитит. И то на словах. Но ещё интереснее, не поймите меня неправильно, сегодняшний день камин-аута. Я раньше никогда о таком торжестве не слышал, но выяснилось, что вот именно сейчас, 11 октября, все заднеприводные граждане, а также прочие радужные меньшинства, должны открыто о себе заявить и с гордостью обозначить свою причастность к дезориентированному меньшинству. Ну и? Что, ну и? Ты от меня признания ждёшь, что ли? А нет, я просто подумал, что ты можешь поздравить их хочешь. Поздравлю потом с релизом Dragon Age 3. Спонсором тухлой шутки про Dragon Age 3 стал Максим, который написал финал сценария. Ладно, давай уже вручай свой косарь, а то у нас ещё и пилок получается в двойном объёме. Ну, косарь этот, к сожалению, не мой, но окей. На этой неделе мы вручаем баснословную сумму друже Персею Первому, который поделился своим опытом путешественной игромиры из глубокого замкадия, при этом не только похваставшись натыренными плакатиками, но и оформив небольшую смету своих расходов, которая наверняка будет полезной каждому, кто, в отличие от Кости, живёт не в двух минутах от Крокуса, а подальше, но очень хочет прикатиться на выставку. Прочие полезные советы прилагаются. Короче, поздравляем от всех душ и спускаем занавес. С вами были Максим Кулаков и Константин Тростенюк. До встречи на страницах StopGame.ru Субтитры создавал DimaTorzok